Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания «Феда-Пульс» и я врач компании Акчебасова, Елена Алексеева. Тема нашей встречи – старение. Сегодня мы поговорим о том, что же это за процесс старения, что при этом происходит в организме. Рассмотрим некоторые аспекты, или, правильнее сказать, механизмы, те, которые приводят к этому процессу. А еще более правильнее сказать – это теория механизма старения. Укажем определенный возрастной предел, на который рассчитаны силы организма человека. Обозначим определенные аэробидические аспекты процесса старения. Остановимся на диагностических критериях этого процесса. А также обозначим факторы, которые могут способствовать торможению старения и в целом определять качество жизни. Ну, прежде всего, давайте начнем с того, что познакомимся, что же это такое процесс старения. Существует несколько определений этого процесса. Давайте познакомимся хотя бы вот с некоторыми. Итак, старение человека – это многогранный, сложный и генетически обусловленный процесс. Следующее определение – это биологический процесс постепенного снижения или полного отключения жизненных функций организма. И за старение организм хуже приспосабливается к окружающей среде, снижается способность к регенерации тканей, приобретаются болезни и расстройство, отмена веществ. Вот два определения процесса старения. Но, если рассмотреть, да, смысл первого определения и второго, то он сводится к тому, что это процесс, который неизбежно должен наступить, да, так как он генетически обусловлен. И заключается он в том, что происходит снижение физиологической активности всех функциональных функций, в результате чего развиваются определенные болезни, чем и проявляется, так скажем, заключительный этап этого процесса, старения, заканчивается таким этапом, как старость. Мы на этом еще остановимся. Теперь давайте посмотрим, да, каковы же сроки продолжительности, средней продолжительности жизни в настоящее время, да, у современного человека и посмотрим на сроки продолжительности жизни, которые были, ну, так скажем, в прошлом. Итак, если обратиться ко временам Древнего Рима, то посмотрите, средняя продолжительность жизни человека составляла 28-30 лет. Это тот период, который сейчас является максимально активным. А к этому времени уже заканчивалось в основном, у большинства, так скажем, продолжительность жизни, и за это время человек успевал, ну, сделать все на земле. Самое главное, это, конечно же, воспроизвести потомство. Сорокалетние, если человек доживал до сорока лет, считались уже стариками, но те, кому удавалось дожить до шестидесяти лет, те люди считались пригодными только для жертвоприношения богам. Если посмотреть на продолжительность жизни, скажем, второй половины 18-го века в Соединенных Штатах Америки, то она там составляла тоже не так много, всего лишь 35 лет. В настоящее время в Соединенных Штатах продолжительность жизни 75 лет. Ну, самая высокая продолжительность жизни в современных условиях, это, конечно же, в Японии. Мы не берем продолжительность жизни у мужчин и у женщин, не разделяем, хотя понятно, что продолжительность жизни женщины, она несколько выше, но в среднем в Японии продолжительность жизни превышает уже 80 лет. Давайте посмотрим, что же у нас в России. Вот в настоящее время продолжительность жизни составляет от 65 до 70 лет, причем, конечно, 70 лет, это средняя продолжительность жизни женщин, а у мужчин она практически не дотягивает и до 60. Если обратиться, опять же, к историческим каким-то таким моментам и посмотреть среднюю продолжительность жизни царской России, то нужно сказать, что в 18-19 век, не будем обращаться в древние времена, продолжительность жизни в Российской Федерации, в Российской империи, в Царской России, составляла всего лишь 30-32 года. Начало 20-го века до революционный период несколько увеличивается, составляет где-то в среднем около 35 лет. Прошло 100 лет, да, и продолжительность жизни в России составляет 65-70 лет. Как, впрочем, во всех других странах, мы видим, что продолжительность жизни человека увеличивается. Но интересный момент, что долгожители, продолжительность жизни которых считается уже от 90 лет, то есть она составляет, как в прошлом и составляла, в прошлые годы и сейчас, она составляет 110-120 лет. То есть есть какой-то определенный запрограммированный возраст, на который может рассчитывать организм человека. 10-120 лет, независимо ни от чего, да, независимо от того, какие сейчас стоят времена. Итак, значит, если посмотреть, какие-то, скажем, аспекты выделяют от возрастные, то выделяют как бы три возраста у человека, которые можно сейчас рассмотреть. Первый возраст, он называется астрологический. Астрологический возраст, ну или календарный, да, это то количество лет, которое человек прожил. Ну или другими словами, это количество лет по паспорту. Второй возраст называется биологический. Биологический возраст и астрологический могут между собой не совпадать, так как биологический основан на функциональном состоянии органов. И бывают такие ситуации, когда человеку, допустим, 60 лет, астрологический возраст, а его биологическая активность, его биологический возраст, намного меньше, где-то примерно лет на 40, да, то есть его биологический возраст меньше, чем то количество лет, которое ему есть на самом деле. И все наоборот. Есть такое выражение молодой старик, то есть когда человеку по паспорту лет совсем немного, а его активность всех функциональных систем, она снижена, и соответственно по биологическому возрасту, по биологическому паспорту ему гораздо больше лет. и выделяют еще психологический возраст, но это возраст, который человек сам себе определяет субъективно, на своем субъективном ощущении, на сколько лет он себя сам ощущает. Ну, еще раз хочу сказать, что главное здесь, что это субъективное ощущение. Как правило, ну, конечно, каждый знает в собственной жизни, что чем меньше возраст, чем моложе человек, то кажется, что он взрослый, и как правило, года себе прибавляются. То есть, кажется, что все можно, все уже знаешь, все умеешь, и соответственно, когда человек становится старше, особенно чем, скажем, более старший возраст, тогда человек как бы свойственно ему уменьшать свой возраст. Это вот субъективные ощущения. если мы обратимся, скажем, к периоду, опять же, прошлых времен, то еще со времен Гиппократа различали как бы семь отрезков возрастных временных промежутков. Вот посмотрите, да, что сюда относятся. Сюда относятся возрастные промежутки, которые мы все проходим в течение своей жизни. это ребенок, отрок, это юноша, молодой человек, муж, ну, то есть имеется в виду зрелый человек, это пожилой человек и старик. И вот здесь как раз показана эволюционная такая лестница, которую мы проходим в течение жизни. Итак, если мы говорим о старении и о старости, нужно четко различать эти два понятия. Есть понятие старение и есть понятие старость. Старение, прежде всего, нужно сказать, что это процесс. Это длительный биологический процесс. Точно такой же процесс, как любой другой физиологический у нас в организме. Процесс связанный, допустим, с мочеобразованием, процесс связанный с газообменом легких тканей, процесс связанный с мышечным сокращением. Это все физиологический процесс. Так вот, старение это тоже процесс, посмотрите, это длительный биологический процесс, который длится, будем так говорить, годами, ну, правильно сказать, десятилетиями. И вот этот процесс, который затрагивает изменение структуры и функции всего организма, так и начиная с какой-то определенной структуры, клетки, органы, ткани, органы, и затрагивает уже в целом проявление на уровне организма. И вот этот процесс старения, который длится долго-долго лет, он заканчивается соответственно последним этапом своего развития, это старость. То есть старость это закономерный и неизбежный этап развития организма, последнее звено антогенеза. Ну, антогенез это развитие организма, индивидуальное развитие организма. Соответственно, мы проходим эти периоды, начиная от младенчества и заканчивая уже старостью. Вот, соответственно, мы разделили два этих понятия, процесс старения, который заканчивается непосредственно старостью, как последним звеном антогенеза. Нужно сказать, что старение, как процесс, он индивидуальный для каждого человека. конечно, есть определенные закономерности, как у любого другого физиологического процесса, любой функции, но тем не менее, скорость и интенсивность этого процесса нет у каждого человека индивидуально. И зависят от много-много факторов. Какие? Ну, прежде всего, выделяем фактор генетический. То есть, в основном, количество прожитых лет, качество жизни, я имею в виду сейчас уровень здоровья, зависит от той генетической программы, которая нам заложена с момента рождения. Итак, это генетические факторы. Это, конечно, пол, и мы видим, что продолжительность жизни у мужчин и у женщин она отличается. Это образ жизни, который ведет человек, это факторы окружающей среды, в которой он находится, в которой он находится. Это социально-психологические факторы, то есть, социально-психологический климат. То есть, причин, которые определяют скорость и интенсивность процесса старения, очень-очень много. Ну, и, соответственно, на какие-то определенные факторы можно повлиять с той целью, чтобы увеличить продолжительность жизни, а самое главное повлиять на качество жизни. Итак, давайте посмотрим, с какой скоростью может происходить старение. Различают. Как вы видите, есть старение естественное. мы поняли, что процесс, который неизбежен, протекает в организме абсолютно каждого человека. Итак, естественное старение, еще раз хочу сказать, физиологический процесс, он должен происходить, он происходит. Значит, при нормальном, естественном, физиологическом старении, человек до глубокой старости остается практически здоровым. А что это значит? То есть, человек способен к самообслуживанию, он сохраняет активность и сохраняет интерес к жизни. То есть, если человек достиг определенного возрастного параметра, это не значит, что на этом жизнь заканчивается и больше уже ничего не будет. И вот как раз естественный процесс старения говорит о том, что достигнут определенного возраста, 60, 70, 80 лет, можно оставаться вполне активно, вести активный образ жизни, иметь какие-то интересы в жизни. И вот это наличие интереса в жизни определяет, можно сказать, является основным таким определяющим фактором и продолжительности жизни, и качества жизни. если у человека теряется интерес к жизни, ничего не доставляет удовольствия, пропадает вот этот огонь, вот эта искра жизни, то это очень быстро заканчивается соответственно уже и в смерти. Следующая скорость, с которой происходит процесс старения, это преждевременное или ускоренное старение. И вот здесь я хочу разделить эти два момента. Выделяю процесс ускоренного старения. Что это такое ускоренное старение? Это процесс, который проявляется тем, что у человека появляются признаки быстрой утомляемости очень часто, какие признаки ускоренного старения. То есть биологические системы не справляются с тем уровнем нагрузки, который человеку нужно выполнять. Быстрая утомляемость, как правило, признаком старения является ухудшение памяти. Ну и конечно таким вот четким маркером старения, снижения функциональной активности является снижение репродуктивной функции. ухудшение работы сердечно-сосудистой системы. Вот это все является признаками, характеризующими проявление раннего скорного старения, как одного из биологического процесса старения. А есть еще такое состояние, которое здесь указано, тоже относится к категории преждевременного. Это прогирия. прогирия, конечно, это тоже ускоренное старение, но это заболевание, причем это генетическое заболевание, которое связано с, которое проявляется преждевременным старением. Такие люди, у которых есть такое генетическое заболевание, они средняя продолжительная жизнь у них составляет 13 лет. В некоторых исключительных случаях им удается дожить до 18, еще реже до 20 лет. То есть еще будучи ребенком по календарному возрасту 5, 6, 8 лет, эти люди выглядят как маленькие старички. Сморщенная сухая кожа, как правило, это очень маленький рост, но еще раз хочу сказать, что прогирия это генетическое заболевание, которое довольно все-таки редко встречается в популяции. А есть механизмы ускоренного старения, так вот это процесс биологический, который к прогирии генетическому заболеванию не имеет отношения. Ну и есть еще так называемое замедленное старение, замедленное старение, ретардированное старение, да, то есть слово ретро, назад. Что значит замедленное старение? Во-первых, этот процесс такой скоростью, он наблюдается у очень небольшой группы людей в популяции и к этой группе относятся люди долгожители. Увеличивается продолжительность жизни больше 90 лет и все возрастные изменения они наступают значительно позже. Ну это может быть связано опять же с множеством факторов прежде всего на первом месте как правило это генетика и еще нужно сказать что есть определенные регионы на земном шаре где зафиксировано больше всего долгожители. Ну и вот допустим я думаю что об этом тоже все знают что больше всего долгожители живет в горных местах в горной местности. Вот Абхазия Кавказ это Литва там зафиксировано больше всего людей продолжительность жизни больше 90 лет это климатические факторы генетические факторы условия экологии условия психонационального окружения это все сказывается на том что замедляются процессы старения и старение наступает гораздо медленнее это как раз так категория когда календарный возраст отличается от биологического когда можно сказать что человек 80 лет а его функционирование всех биологических систем как у молодого человека и так процесс старения наступает независимо ни от чего у кого-то раньше у кого-то позже значит этот процесс развивается совершенно закономерно этот процесс который называется закономерно закономерные возрастные изменения он называется гомеорез слово гомеорез возрастные изменения которые происходят независимо ни от чего вот посмотрите гомеорез то есть процесс старения процесс возрастных изменений Он характеризуется прежде всего гетерохромностью. Давайте начнем по порядку, разбирать это определение. Что значит гетерохромность? Слово гетерос означает разный различный хромность, хромос, это время. То есть по времени процессы старения не одинаково возникают во всех наших органах, тканях и системах. И мы сейчас на следующем слайде посмотрим графически, как происходят изменения возрастные, в каких органах быстрее наступают процессы старения, в каких они наступают позже, какое отличие процессов старения в одних и тех же системах у мужчин и у женщин. То есть организм не стареет, вот одномоментно произошли возрастные изменения абсолютно во всех структурах. Нет, это происходит, скажем, с разных проявлений временных. И следующая характеристика процесса гомеореза это гетерохромность. Значит опять гетерос это различный, топность это место, когда определенная локализация. То есть процесс старения он происходит еще и с различной скоростью, с различной выраженностью в одном и том же органе, в разных его, так скажем, локализациях этого органа. Вот такие вот особенности процесса гомеореза, то есть наступление старения. И вот теперь давайте посмотрим на следующем слайде, как происходят процессы старения в различных системах органов. Ну вот по горизонтальной шкале, давайте обратим внимание, здесь линейка возрастная с шагом в 10 лет. И в соответствии с этой линейкой мы посмотрим, как идет распределение процесса старения по органам. Самый первый орган, который подвергается старению, правильнее сказать инволюции, то есть обратному развитию, что это такое, конечно же, процесс старения, это тимус. Тимус, вот кривая, которая отображает динамику старения этого органа. Тимус или по-другому вилочковая железа, еще называют детская железа, по-моему, название детская, да, то есть инвестиционирует это в детском возрасте. Это железа, которая предназначена для дифференцировки иммунокомпетентных клеток лимфоцитов. То есть это тот орган, который обеспечивает нам иммунитет, один из органов системы иммунитета. И максимальная его, так скажем, активность приходится на возраст от 0 до 10 лет. Вот здесь вилочковая железа тимус функционирует очень активно. Почему? Потому что в это время, с момента рождения, ребенок сталкивается с огромным количеством антигенов, и происходит у него образование иммунного ответа на встречу с этими антигенами. То есть идет выработка антикетил и формирование иммунокомпетентных клеток. Такой вот эволюционный шаг, как механизм защиты на какие-то чужеродные агенты. Ну и казалось бы, да, такую функцию выполняет этот орган. Но начиная где-то с возраста 10-12 лет, он начинает подвергаться инволюции. И уже к 20 годам, даже, наверное, раньше, этого органа нет. И он полностью, так скажем, замещается на жировую ткань. У взрослого человека, молодого взрослого человека тимусом, он перестает сенсационировать. То есть, что самый первый процесс старения наступает вот со стороны вилочкового железа. Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, это ганады. То есть, как раз, функционирование репродуктивной системы. Это один из, так скажем, основных маркеров биологических, которые свидетельствуют, скажем, о молодости, о зрелости, об активности организма. И вот здесь мы сейчас как раз увидим отличия, связанные с половыми отличиями, вот этой вот гормональной активности, половых гормонов. Давайте посмотрим то, что касается, вот написано, ганады, женский организм. Вот она кривая. Активность женской репродуктивной системы. Что мы наблюдаем? Что активность женской репродуктивной системы приближается в возраст ближе к 20 годам. Устанавливается репродуктивный цикл. Сохраняется период высокой гормональной активности, это 30-40 лет. И вот уже начиная с 40 лет, мы видим, что кривая верно, медленно снижается. То есть, происходит остарение, снижение функциональной активности репродуктивной системы женщин. Чего нельзя сказать о гормональной активности мужского организма. Вот кривая, которая отображает независимость активности по возрастам в мужском возрасте. Давайте посмотрим. Значит, соответственно, происходит повышение активности молодой возраст. И эта активность, видите, выходит как бы на некое такое плата. То есть, держится на определенном уровне 30-40-50-60 лет. И затем только начинает плавно снижаться. При этом сохраняется активность 70, и если сохраняется вплоть до 80 лет. То есть, гормональная сфера, да, гормональная активность мужского организма, она, по сравнению с гормональной активностью женского организма, старение, так скажем, замедленная. Но это тоже можно объяснить биологически, физиологически, на что направлено, так скажем, предназначение организма женщины и мужчины в плане продолжения рода, хранения вида. Если говорить уже о параметрах биологии. Вот мы рассмотрели, хотя бы вот эти три системы, которые нам говорят о гетероохромности наступления процессов старения. То есть, по-разному в различных органах, с разной скоростью наступают процессы возрастных изменений, связанные с инвалидом. Далее. Теперь мы давайте плавно будем переходить вначале к таким академическим представлениям о процессе старения. И обратимся к трудам далекометровых биэкерой, которая занималась очень много всеми физиологическими процессами, связанными с функцией головного мозга. И вот посмотрите. Современное понимание природы как единой целостной системы позволяет рассматривать процесс старения в непосредственной связи с механизмами развития. Понятно, да, что идет механизм развития, начиная от периода младенчества. И это развитие постепенно заканчивается старостью. Так вот. Значит, нужно рассматривать процесс старения в непосредственной связи с механизмами развития. То есть те же самые факторы, которые первоначально обеспечивали рост и развитие организма, продолжают действовать и после его завершения. То есть когда уже осуществился рост, да, организм завершил свое эмоциональное развитие, но эти факторы продолжают действовать. И, соответственно, они являются причиной, которые приводят к наступлению на старость. Да, запускают процесс старения и завершается рост инфарм. Итак, рост с одной стороны и старение с другой стороны, они неразрывно связаны между собой, как бы являются, ну что ли, это две стороны одной медали. Итак, что происходит в период роста и развития? В период роста, возьмем детский возраст, очень интенсивно протекают процессы, которые связаны, скажем, со всеми реакциями, которые обеспечивают анаболизм и регенерацию. Что означает слово анаболизм? Анаболизм – это все, что направлено на синтез, на создание. Идет усиленный синтез белка, формируются структуры тканей, растут ткани, идет функциональное завершение развития всех физиологических систем. То, если мы посмотрим на те процессы, которые происходят уже в пожилом возрасте, то здесь преобладают процессы катаболизма. Катаболизм – это все, что направлено на разрушение, на распад. То есть, соответственно, разрушение и распад, они приводят уже к дегенерации, к дегенеративным изменениям в органах ткани. Если имеются дегенеративные изменения в каком-либо органе, он не выполняет свою функцию. Значит, его физиологическая активность, бессонтациональная активность снижается. И что это? Это, соответственно, и есть проявление процесса старения. Так вот, вот эти все дегенеративные изменения приводят к изменению морфологической структуры. Меняется морфология, меняется и функция, которая, соответственно, морфология и функции связаны между собой. Получается, что старение – это тоже своего рода развитие, но только в обратном направлении. То есть, если рост – это развитие со знаком плюс, то старение – это развитие будет со знаком минус. И вот, когда мы говорим о процессах старения, то эти процессы катаболизма, дегенеративные изменения в органах, они приводят к тому, что меняются определенные параметры гомеостаза внутренней среды. Что это такое? Ну, это те параметры, которые оценивает доктор, оценивает сам человек, и по ним он может, так скажем, четко проследить те изменения, которые есть у него в организме. Что относится к этим параметрам? Ну, такие наиболее понятные вещи. Это изменения уровня холестерина крови. То есть, это говорит о том, что идут изменения, связанные с нарушением липидного обмена. Это изменения, которые касаются, как скажем, углеводного обмена, и будут другие показатели уровня глюкозы крови. В результате дегенеративных изменений на уровне сердца, на уровне сосудов, а также механизмов регуляции, это может привести к изменению артериального давления. Ну и так далее. То есть, эти критериев масса, которые с возрастом меняются, и это о чем говорит? О том, что физиологическая система, она не выполняет свою функцию, направленную, да, либо на регуляцию, либо непосредственно на выполнение какой-то задачи. А это все что? Это все проявления процесса старения. Какие существуют механизмы, которые могут объяснить, почему же все-таки происходит старение? Почему? Ну вот, рост развития, естественный процесс, да, который определяет всю дальнейшую жизнь. Ну и, может быть, на этом нужно закончить, да, функционально созрели все органы и системы, сейчас функционируют так, как это должно. И на этом нужно остановиться. И в соответствии с этим можно долго-долго и практически бесконечно жить. Но так не происходит. Да, процесс старения, он все равно поступает. Каких-то конкретных механизмов, которые, вот сказать, что только так, никак иначе, вот на данный момент, на сегодняшний день, нет. Существуют определенные теории, которые, ну, пытаются объяснить механизм процесса старения. Давайте остановимся на двух таких теориях. Но я так думаю, что эти теории очень тесно связаны между собой. Итак, вот первая теория, которую вы видите на представленном слайде, это теория накопления ошибок. связана она с тем, что происходит изменение, или, правильно сказать, поломка структуры ДНК клетки. Ну, я так напомню немножечко, что такое ДНК. Вот это молекула ДНК, которая имеет вид такой двойной спиралеобразной структуры, двойная спираль закрученная. Что такое ДНК? ДНК – это дезоксирибонуклиновая кислота, если ее назвать полностью. Это основная макромолекула клетки, которая содержит в себе всю генетическую информацию. И, соответственно, она содержит всю информацию о структуре белков. Как работает наша клетка? Потому что организм наш – это клеточное государство. И, соответственно, состояние организма зависит от функциональной активности, от работоспособности каждой клетки. Клетки объединяются, образуют ткани, ткани формируют органы, органы объединяются в единую санкциональную систему. И, соответственно, системы работы, ослаженные друг с другом, они изолированы, каждая сама по себе, они уже определяют функционирование целостного организма. Поэтому все проблемы изначально начинаются с проблемы конкретно взятой клетки. Итак, ДНК несет на себе генетическую информацию о структуре всех белков. Задача любой клетки – это синтез белка, того, который она умеет синтезировать. Соответственно, белка – мышечная ткань, это мышцы, это сердечная мышца, это синтез белков, нервных клеток, это формирование механизмов памяти, в целом интеллекта и так далее. Так вот, если происходит поломка, повреждение молекулы ДНК, то в целом нарушается генетическая программа клетки и нарушается синтез тех белков, которые обеспечивает клетка. Соответственно, клетка перестает выполнять свою функцию. она перестает выполнять свою функцию, значит, соответственно, что одна клетка не выполняет функцию, другая клетка не выполняет функцию и в целом эта функция нарушается на какого-то органа и в целом системе. То есть, эта теория связана с тем, что по влияниям каких-либо причин происходит нарушение целостности молекулы ДНК. Ну, что это могут быть за причины? Причины могут быть самые разнообразные. Допустим, это те факторы окружающей среды, в которых находится человек. Прежде всего, как экологические факторы. Они могут этому способствовать. Следующая теория, которая, на мой взгляд, она очень тесно связана с предыдущей. И об этой теории наверняка многие слышали или по крайней мере слышали о тех препаратах, которые назначаются о тех средствах, которые рекомендуется для того, чтобы продлить молодость, продлить старость, другими словами, сохранить целостность клетки. Это теория, которая называется свободно-радикальная теория. Свободно-радикальная теория говорит о том, что появляются вещества, которые называются свободные радикалы. и эти свободные радикалы начинают разрушать клетку. Давайте посмотрим, как это происходит. Свободные радикалы, что это вообще такое? Это определенные молекулы, которые, ну, так скажем, на своей внешней орбитале имеют неспаренный электрон. И они очень активны, эти вещества, и, соответственно, они разрушают, ну, самое главное, они работают внутри клетки и работают на уровне, так скажем, митохондрий. Там непосредственно их идет в начале образования. Так, давайте все сначала скажем по порядку. Свободные радикалы, которые возникают под действием, допустим, кислорода, и мы сейчас это разберем, они могут появляться в клетке под влиянием внешних факторов, таких как, допустим, радиация. Они могут появляться в клетке под влиянием каких-то ксенобиотиков, которые поступают в организм в многочисленном количестве с продуктами питания, с какими-то лекарственными препаратами, которые мы вдыхаем. Значит, это все ксенобиотики. Значит, соответственно, это может приводить к развитию свободных радикалов. Немножечко про свободные радикалы. Ну, самым таким известным свободным радикалом является супероксид анион, или это кислород с неспаренным электроном на внешней орбитаре. Свободные радикалы, которые появляются в клетке, они оказывают так называемый откислительный стресс для клетки. Как работает наша клетка? Наша клетка работает таким образом, что для своей работы, для образования энергии, она постоянно нуждается в поступлении кислорода. И это, естественно, происходит. Мы дышим, кислород поступает в кровь, в стоком крови он разносится и поступает в каждую клеточку. Клетка использует кислород для того, чтобы осуществить процессы тканевого дыхания, окислительно-восстановительные биохимические реакции происходят в клетке. Но, в результате образуется энергия. Но, как правило, в любом производстве, в том числе и в производстве энергии на клеточном уровне, происходит образование так называемых побочных продуктов этого окисления. И вот побочные продукты этого окисления являются как раз свободные радикалы супероксид и неонкислорода. В норме эти свободные радикалы образуются и должны образовываться. И клетка имеет факторы защиты от свободных радикалов. В клетке работают ферментативные системы, такие как супероксид дисмутаза, каталаза. Задача этих клеток, задача этих ферментов улавливать появившиеся свободные радикалы и их нейтрализовать. Но если по каким-либо причинам этих свободных радикалов появляется больше, чем нужно, а механизмы защиты от образования свободных радикалов не справляются с таким количеством, то соответственно эти свободные радикалы устраивают клетки так называемый окислительный стресс. в результате чего идет повреждение клетки. Давайте посмотрим, что здесь на представленном слайде можно увидеть. Вот нормальная клетка. Нормальная клетка это прежде всего целая клетка. У нее должна быть целая мембрана. За этой мембраной происходит целый мир, целая жизнь. Это цитоплазма со своими органеллами и самая основная клетка это ядро, где как раз и находится ДНК, несущая генетическую информацию и определяющая синтез белка. Если клетка подвергается атаке свободных радикалов, то соответственно разрушается мембрана клетки, то есть нарушается морфология клетки, структура клетки. Свободные радикалы заходят и в клетку. Соответственно что происходит с клеткой? Клетка вот у нас здесь красочный пример, что клетка находится в поврежденном состоянии. Может эта клетка выполняется на снижение? Нет. Она никогда уже не будет выполнять свою функцию. Ее нет. Значит соответственно если эта клетка одна, две, три, десять, сотни, то страдает функция целого органа, страдает функция системы, отсюда развитие болезней, ну что и является проявлением старости. Итак, теория свободных радикалов. Впервые о том, что есть такие вещества как свободные радикалы, она еще была выдвинута в середине 20 века американскими учеными, которые как раз вот и показали, что разрушение клетки идет под влиянием смотрителя, то есть показаны под влиянием свободных радикалов. Но если есть механизмы защиты, то соответственно они справляются с этим свободным радикалом. Либо можно ввести в организм извне механизма защиты так называемые антиоксиданты, то есть те вещества, которые препятствуют развитию окислительного стресса, то есть те вещества, которые препятствуют действию свободных радикалов и пагубного действия на клетку. И тогда появляется понятие как антиоксиданты, которые очень широко вошли в жизнь. Сейчас назовем, что к ним относятся, все про них знают, они поступают в организм вместе с продуктами питания и соответственно их действие должно быть направлено на подавление активности свободных радикалов. Но самыми распространенными антиоксидантами являются конечно витамины. Витамины, которые содержатся в продуктах питания. Но прежде всего это витамин Е. И многие наверняка знают про витамин Е, токферол. Его еще называют витамином красоты. И наверняка женщины знают, что витамин Е входит в состав многих кремов и обладает антивозрастными омолаживающими свойствами. Это конечно все замечательно, но нужно сказать, что витамины усваиваются организмом только в том случае, если они поступают в желудочно-кишечный тракт. То есть они должны всасываться через клетки кишечника, затем поступать в кровеносное русло и уже непосредственно в стоке крови доставляться к каждой клетке. Это наиболее эффективный и самый оптимальный путь поступления в организм любых нутриентов, в том числе и витаминов. Итак, это витамин Е, это витамин С, всем известная аскорбиновая кислота, тоже является антиоксидантом, и витамин А. Но опять же не все так просто. Казалось-то, да, ну давайте будем есть продукты, в которых содержится много этих антиоксидантов, будут нейтрализоваться процессы, связанные с образованием свободных радикалов, процессы, связанные с активацией окислительного стресса для клетки, и проблема в принципе решена. Ну, все знают, что никто не живет вечно, молодость не сохраняется вечно, процессы старения тем не менее наступают. Но разработки в этом направлении идут, наверное, как, наверное, всю жизнь, да, пытаются изобрести эликсир в молодости, и эти попытки не прекращаются. И вот я хочу сказать о таком направлении, которое разработано нашими отечественными учеными. Может быть, вы знаете, это Московский государственный университет, это академик Скулачев, который занимался как раз процессами осуществительного стресса в клетке, который доказал, что именно свободные формы кислорода образуются в митохондриях клетки, вот здесь как раз показано в этом слайде, что именно вот эта фабрика по производству свободных радикалов. И понятно, что те антиоксиданты, которые мы принимаем с пищей, но они вот туда, в митохондрию проникнуть не могут и остановить образование свободных радикалов тоже нет никакой возможности. И вот Академик Кулачев, он занимался и занимается так скажем разработкой веществ, которые бы проникали непосредственно вот сюда вот в митохондрию, непосредственно в место, где происходит образование свободных радикалов. И эти вещества они носят название ионы Скулачева. Может быть тоже многие об этом слышали. так вот ионы Скулачева, которые разработаны на уровне фундаментальных исследований, они проникают через клеточную мембрану, через мембрану клетки, затем они проникают непосредственно в митохондрию и там подавляют развитие свободных радикалов, в частности активной формы здоровья. исследования проводились на мешах, получены определенные результаты. То, что касается человека, по методу Скулачева разработаны глазные капли, которые сейчас применяются в клиниках, и эти глазные капли, которые как раз есть ионы Скулачева, оказывают выраженный терапевтический эффект при дегенеративных изменениях сетчатки глаза. Это то, что есть на сегодняшний день. Если кому-то интересно, то на сегодняшний день существует Сыворовка Скулачева, которая как препарат косметики применяется, тоже основана на гашении посетительного стресса. Это уже частный вариант. Я сейчас пыталась рассказать, какие есть причины, что вызывает причины приводящих процессов старения и какие есть основные направления борьбы с этим процессом. Вот это мы сейчас увидели. Можно сказать, что ион Скулачева по большому счету можно отнести к такому эликсиру молодости. Все, что мы сейчас сами разбирали, это, так скажем, элементы академической науки, биохимические процессы и, соответственно, далее мы уже перейдем к тем понятиям, которые происходят на уровне каждого органа и перейдем уже к аюрведическим канонам этого процесса. Скорее. Ну, чтобы нам плавно сделать такой переход, давайте сейчас сделаем перерыв 5 минут и потом продолжим. И теперь уже от сложных механизмов старения перейдем к тому, что же происходит в организме. Итак, даже исходя из тех графиков, которые мы видели по гетерохромности, можно сказать, что процессы старения нарастают уже где-то 25-30 лет. Почему? К этому времени полностью биологическое развитие организма завершено. И вообще, если посмотреть в плане эволюции и значения человека как представителя биологического вида, представителя животного мира, основная задача какая? Это воспроизводство потомства. к 30-ти годам ну, как правило, да, эта задача уже должна быть выполнена. И дальше природа уже не заинтересована в, так скажем, продолжении жизни человека. Но мы живем в современном мире, немножечко все меняется, соответственно, продолжительность жизни увеличивается, период репродуктивности увеличивается, но тем не менее законы биологии и физиологии никто не отменял. Поэтому после 30-ти лет начинаются этапы, наиболее активно, так скажем, проявляются этапы старения. Итак, что же стареет в первую очередь эмоциональный хай-систем? Это глаза, зубы, органы мочевыделения. В крови снижается количество эритроцитов, то есть тех клеток, которые обеспечивают процессы тканевого дыхания. снижается калий в клетках, снижается, так скажем, кальций, особенно может быть вымывается из костной ткани. Это все приводит к электролитным изменениям, нарушению структуры костной ткани. Если посмотреть на структуры костного мозга, задача которого продуцировать клетки крови, то там тоже происходит инволюция, идет замена красного костного мозга на жировую ткань. В органах уменьшается количество функционирующих артериал, то есть это мелких кровеносных сосудов, которые доставляют кровь ткани. С возрастом также происходит снижение скорости кровотока, а это говорит о том, что будет снижаться интенсивность обменных процессов. и так, в самом начале мы сказали, что такое процесс старения и чем он проявляется. И вот здесь еще давайте раз посмотрим, что особенной характеристикой старческого возраста является ослабление приспособляемости, то есть такими словами адаптации организма к изменяющимся условиям среды. особенно это проявляется, когда эти условия они меняются быстро интенсивно. То есть если организм в молодом возрасте очень легко реагирует и быстро приспосабливается к тому, что поменялось, то скажем пожилому человеку приспособиться к тому то есть к другим факторам, не тем, к которым он привык довольно-таки уже сложно, потому что изменяются системы регуляции, физиологические системы регуляции, уменьшается скорость движения нервных импульсов в структурах центральной нервной системы, скорость выработки гормонов, количество рецепторов к этим гормонам, и как следствие мы видим то, что приспособиться к чему-то бывает очень сложно, иногда даже болезненно, иногда это даже приводит к развитию определенных патологии, либо к обострению уже имеющихся патологий. Поэтому, если мы говорим о молодом возрасте, сопротивление, адаптация, приспособление к каким-либо факторам, довольно-таки быстро происходит, в силу физиологических особенностей. у людей пожилого возраста это происходит практически болезненно. Вот еще раз хотелось бы остановиться на одном из индикаторов активности, молодости и проявлений старения. Это половые гормоны. И все вы наверняка помните произведение Лугакова «Собачье сердце», где проблемой его пациентов, профессора Преображенского, было наступление подростных изменений, которые он решал тем, что пытался пересадить половые железы живого в тоичных генах. То есть, это еще раз подтверждает то, что снижается репродуктивная функция, наступает очень быстро, ну, скажем, большая скорость наступает процесс старения. Итак, давайте посмотрим опять же на женский и мужскую организм. Мочеченские половые гормоны это гормоны эстрогена. Это те гормоны, которые определяют молодость и здоровье женщин. Это те гормоны, которые защищают организм женщины от многих соматических заболеваний. Прежде всего, эстрогены защищают организм женщины от развития сердечно-сосудистых катастроф. И если посмотреть в популяции мужчин и женщин и развитие проблем, связанных сердцем, до 50 лет в этой категории заболеваний, конечно, превалируют мужчины. А после 50 лет эти заболевания в одинаковой степени преодолеваются у мужчин и женщин. Это связано как раз с изменением коронавируемых 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 эстрогены. Эстрогены способствуют задержке кальция в структурах костной ткани. С наступлением климакса, когда эстрогеновый фон резко снижается, кальция вымывается из костей, поэтому женщины изменившие тяжелого возраста очень предрасположены к развитию остеопороза. Это все то, что частные примеры нерепродуктивных функций используются. Если же мы говорим о мужском половом гармонии о тестостероне, то основное его значение это контроль синтеза белка. Отсюда тестостерон определяет в оконизме мужчин строение скелета, развитие мышечной массы, а значит в целом определяет физическую активность, и в целом показатели общего здоровья и даже влияют на проявление интеллекта, то с возрастом пусть позже чем у женщин концентрация тестостерона в крови снижается и соответственно все, что связано с его работой все эти функции тоже ослабевают. И вот здесь как раз на этом слайде показано как происходит изменение тестостерона. То есть это половые гормоны мужского организма нужно сказать, что и у мужчин и у женщин есть и мужские и женские головы гормоны конечно в разных пропорциях. Так вот эстрогены остаются примерно на одном уровне и даже с возрастом их количества может несколько увеличиваться, но тестостерон с возрастом уменьшения все равно снижается. И отсутствие этого гормона определяет мышечную слабость, в целом снижение жизненной активности. Вот еще один из частных примеров проявления старения. Далее мы сказали, что с возрастом идет уменьшение функционирующих артериол в определенных тканях. Прежде всего это в тканях сердечной мышцы. Поэтому если мышца сердца, которое нуждается в постоянном притоке крови, а именно наличие там кислорода, и любая физическая активность требует большего поступления к клеткам сердца кислорода, а этого теперь не обеспечивается, то в результате допустим физической активности может наступить ишемия определенного участка сердечной мышцы, то, что мы называем инфарктом. То есть нарушение тоже функции. то же самое связанное с интенсивностью кровеносных сосудов проявляется и по отношению к ткани мозга. Соответственно изменяется питание нервных клеток, интенсивность обменных процессов, отсюда различные проявления, снижение памяти, в целом понижение тогнитивных функций. Если мы говорим допустим о легочной ткани, то максимума своего развития легочная ткань достигает в 20 годах и примерно одинаково функционирует до 60 лет. С 60 лет начинаются уже тоже определенные возрастные изменения генеративные. То, что касается печени. Печень это вообще уникальный орган, который, как известно, многим умеет регенерировать, то есть восстанавливаться. И здоровая печень работает в совершенно нормальном активном режиме и может сохранять свою активность до довольно преклонного возраста. Но давайте будем учитывать те факторы следы, в которых живет человек, что он ест, что он бьет. Основная задача печени это понижать мощную интегенную чужеродную активность всех ксенобиотиков, которые проходят через клетки печени, функция обезвреживания. Поэтому, конечно, активность печени тоже будет уменьшена. Но нужно сказать, что примерно если сохранится хотя бы одна восьмая часть от всей структуры печени, то жизнь будет сохраняться. То есть это не приведет к развитию смысла. Вот сейчас мы прошли опять же по определенным органам и системам, которые не могут, а изменяются, подвергаются генеративным изменениям в течение жизни. Теперь давайте перейдем уже непосредственно к канонам Айурведы. И оттолкнемся от самого слова от самого определения, что означает Айурведа. Итак, Айурведа в буквальном переводе это наука долголетия. Давайте посмотрим. Главной целью Айурведы это не лечение болезней, хотя это тоже неправильно поместить. Доктор лечит не болезнь, он лечит человека, церемония. Итак, это не просто лечение болезней, это максимальное продление жизни, и не просто продление жизни, не прибавить какое-то определенное количество лет к старости, немощности, к бессилию, для чего это нужно, а для того, чтобы продлить жизнь и воздействовать на качество жизни, то есть заботиться о том, чтобы прожить жизнь наилучшим образа. Ну и наилучшим образом давайте посмотрим, что сюда относится. Относятся любые земные радости, но сюда же относятся еще и элементы духовного развития, и это является наиболее, так скажем, высоким предназначением науки Аюрведы, то есть не только земные приземленные моменты в жизни, но и что-то более высокое, что-то более духовное. С возрастом, по мере того, как человек становится старше, у него отпадает потребность, сейчас мы назовем те три уровня потребности, которые есть у каждого человека, они как бы с возрастом постепенно, можно так говорить, закрываются, нужно сказать мирские вещи. и чем больше лет человеку, чем больше лет он прожил на земле, то его меньше начинают, продолжают при нем писать такие вещи, как слава, деньги, секс, работа, но появляются определенные знания, жизненный опыт, мудрость, и соответственно в период зрелости появляется время для того, чтобы повысить свой духовный рост, обратиться к чему-то более духовному, более высокому. И вот здесь я хочу остановиться на том, какие три этапа, какие три вида потребностей проходим мы все в течение жизни. Вот это мы сейчас с вами увидели аюрведические и кандотибетские представления. Теперь я вам назову те, скажем, законы, которые есть в физиологии. Итак, у человека есть три уровня потребностей. Первое, они называются витальные, от слова витас жизнь, или биологические. Это самый первый, самый низший уровень потребностей, который заключается в том, чтобы обеспечить себя конкретно. чем? Едой, водой, жильем, да, то есть, чтобы было крыша над головой и было, что поесть. Это вот первый уровень потребностей. Второй уровень потребностей в физиологии называется социальные потребности. Что сюда относится? Сюда относится как раз состояние карьеры. Это все, что связано с своей работой, чтобы занять свою нишу, определиться с местом в жизни, добиться каких-то определенных результатов, успехов, славы, добиться определенного материального благополучия. Это все социальные потребности. И вот когда первые два уровня потребностей реализованы, закрыты, тогда возникают потребности наиболее высокого уровня, высшего порядка. Они называются идеальные потребности. Это как раз потребности связанные с духовным ростом. Опять же, все, что касается академизма, все, что касается древних учений, практически никак не отличаются друг от друга. Итак, согласно Аверведе, вся жизнь человека подразделяется на три периода. Первый период это детство, затем это зрелые годы и непосредственно старость. Детство длится до 16 лет, тоже не отличается от современных представлений. По современным классификациям в настоящее время период детства длится до 18 лет. Дальше начинаются зрелые возрасты, это до 60 лет, а потом наступает старение, пожилой возраст, который длится до 100 лет и более. Итак, по представлениям Аверведы, старость и смерть нужно принимать как должны. В индуистской мифологии, что такая легенда, это когда боги решили наказать людей и не придумывали ничего страшнее, как дать им подарить бессмертие. Люди жили вечно, никто не умирал. И вот это был самый страшный период, который сопровождался самыми выраженными страданиями. Поэтому биологическая программа, она заканчивается непрестлением старости и завершением этой программы, которой он заканчивается. Когда смерть. Итак, старость. В это время преобладает воздух или другими словами вата. Это период ваты, признаки которого это холод, сухость, распад, разложение. Это характеризует вату, это характеризует этот период жизни. Типичными проявлениями старческого возраста в связи с этим являются сухая морщинистая кожа. Это проявление повышенной воздушности желудочно-тишечного тракта, который сопровождает метеоризмом запоры, нарушается моторная функция кишечника. Это выпадают волосы, зубы, появляется слабость костной структуры, появляется хруст суставов при движении, за счет того, что уменьшается синавиальная жидкость в сумках, снижаются процессы когнитивных функций, снижается память, снижается зрение, слух, появление функции анализатора. Вот это все характерные признаки ваты. Значит, идет преобладание холодного и воздушного. И вот по представлениям опять же аэрологических канонов, независимо от того, какой тип конституции у человека, в пожилом возрасте нужно придерживаться в основном тех рекомендаций, которые касаются именно вата типа. Это касается и образа жизни, и диеты, и всех тех методов воздействия, методов терапии, которые применяются. Все эти методы будут направлены на то, чтобы понизить вату. Что очень приемлемо для воздействия на вата тип. Это, конечно же, промасливание, то есть назначение в масе. Масла могут применяться в качестве наружного применения, их можно применять в качестве определенных масляных клизм, можно использовать в качестве масла для массажа, и особое внимание уделяется кунжутному маслу. А также рекомендуется употреблять масло кхи, потому что употребление этого масла способствует сохранению ясности ума. Все под собой, опять же, имеет физиологическую основу. масло, которое поступает в организм, это определенный источник витаминов, жирорастворимых прежде всего, Д, А, антиоксиданты, это те вещества, которые влияют на восстановление, допустим, функции зрения, ну, как частный вариант. Это холестерин, который обеспечивает, допустим, милинизацию герной структуры. все, что необходимо для обеспечения процесса высшей нервной деятельности. То есть, мы опять сравниваем представление древних эндотибетских учений и современные физиологические аспекты. И вот теперь постепенно от того, что такое устарение, что такое старость, что произошло в организме, мы переходим к тому, а что делать? Не хочется сразу быстро стареть, не хочется умирать, хочется как-то продлить жизнь. И самое главное, не просто продлить годы жизни, а максимально сохранить жизненную активность, то есть повлиять на качество жизни, чтобы это было интересно, ярко, чтобы это приносило пользу себе и окружающим. Так вот, давайте посмотрим на основные положения Аверведы, которые дают рекомендации в целом по правильному образу жизни, по здоровому образу жизни, которые в целом будут направлены на продление жизни. Я остановлюсь на некоторых, потому что объять необъятные невозможные рекомендации, многие вы знаете, они такого общего правила порядка, главное, что их нужно придерживаться. И вот я всегда, когда читаю вебинары, всегда болезнь, любое заболевание, которым встретился человек, и в целом на его качество жизни, можно повлиять, изменить всего лишь два условия. Это образ жизни и диеты. Соответственно, поменяв свой распорядок жизни, изменив какие-то приоритеты в этой жизни, можно достичь многого, в том числе и улучшить свою жизнь в плане здоровья. Итак, какие же основные положения в аюрведе? День начинается с утра. Значит, утром это лучшее время для очистки организма от того, что накопилось, то есть для всех, так скажем, физиологических, правильно сказать, обходов. Аюрведа, как, впрочем, и все другие источники здорового образа жизни, советуют вести активный образ жизни, то есть заниматься физическими упражнениями. Ну, здесь каждый может понимать сам для себя, что здесь относится, что сюда относится. Если рассматривать зрелый, взрослый, так скажем, старческий возраст, то в меру своих сил и возможностей. Это может быть просто ходьба, постановка к остановке, это может быть просто прогулки по парку, сквер и так далее. То есть это обязательно физические упражнения. Физические упражнения должны доставлять радость, они должны вызывать чувство такой эйфории, ни в коем случае, они не должны быть в тягости, они должны вызывать такое чувство переутомления. Обязательно нужно обратить внимание на сон, на продолжительность сна. Человек должен спать не менее семи часов, соответственно, в сутки. если человек спит, ну, есть критическая цифра 6 часов, если он спит менее 6 часов, это тоже приводит к более, так скажем, раннему изнашиванию организма. Следующее, вот посмотрите, сейчас мы переходим уже непосредственно к питанию, к диете. Факт, да, такой вот факт, общеизвестный, что продолжительность жизни человека и состояние его здоровья на 50% определяет его образ жизни и система питания. Это то, о чем говорит нам и о Юрвере. Соответственно, одним из постулатов правильного образа жизни является правильное питание. Правильное питание, что сюда относится? Ну, прежде всего, большой акцент делается на употребление низкокалорийной пищи, здоровой пищи. Часто является низкокалорийной здоровой пищей, в основном растительная, конечно, пища, лакки, в которых содержится много витаминов. И мы сегодня говорили о такой группе веществ, как антиоксиданты. Так вот, больше всего антиоксидантов содержатся, в частности, витамина С от каплиного циатра, ее больше всего содержатся в продуктах растительного происхождения. Это цитрусовая, допустим, это киви, это обычная черная смородина, это квашеная капуста, которая является лидером по наличию витамина С даже больше, чем у цитрусового. Это, конечно же, витамины А, витамины Е, но так как это жирорастворимые витамины, то, конечно же, их нужно искать и в соответствующих продуктах. как выразиться, кладезем витамина А является сливочное масло. Ну, это вот то, что мы опять обращаемся к антиоксидантам и характеру питания. Таким образом, мы переходим к правильному питанию. Давайте разберем 7 правил питания по аюрведе. Эти все правила тоже известны, может быть, как-то не выделялись, не классифицировались конкретно. Давайте просто их разберем. Итак, питаться нужно в положении сидя. Казалось бы, да, ну, а как по кругу? Можно всяко-разно. Так-то и на бегу, можно стоя, да, можно лежа. Но вот если человек решит поесть, то для этого нужно отвести определенное время и заниматься только приемом пищи и не решать никакие другие дела в это время. Человек должен получать удовольствие от того, что он ест. И в это время нужно думать тоже о чем-то приятном. За столом нельзя обсуждать какие-то проблемы, печали, потому что пища, она несет в себе определенную информацию, он испытывает в себя информацию. Поэтому, соответственно, пищу нужно принимать в благостном настроении и готовить пищу нужно тоже в благостном настроении. есть нужно только тогда, когда этого действительно хочется. То есть, когда испытывает человек чувство голода. Соответственно, если этого нет, то есть компанию есть, переедать, это неправильно. С другой стороны, нельзя долго терпеть голод. Если человек испытывает ощущение голода, то пусть это будет какой-то небольшой перекус, нежели чем он будет терпеть какое-то длительное время. Основное количество пищи приходит на первую половину дня и, разумеется, это обед. Потому что в этот период дня самые активные, интенсивные, обменные процессы происходят. Человек, как правило, ведет активный образ жизни, работает, чем-то занимается. Соответственно, вот процентов 75 от всего количества пищи должно приходиться на первую половину дня. Перед едой рекомендуется не только по канонам аюрведы, но и по, так скажем, рекомендациям диетологов совершенно аппединичных. Перед едой рекомендуется выпивать чашку чая либо, допустим, стакан воды. Ни холодной, ни горячей, теплой. Комфортной температуры. Для чего? Для жидкость, которая поступает в желудок, воздействует на механорецепторы. И те импульсы, которые от этих рецепторов поступают к структурам центра пищеварения, они несколько уменьшаются. И, значит, все за прием пищи, да, человек будет съедать меньше, чем если этого не сделать, не выпить воды или чая. Плюс, конечно, запускается активируется соответственно ферментативная система желудочного сока. и последняя такая рекомендация, что лучше всего есть то, что приготовили сами, либо приготовили ваши родные и близкие, потому что, как правило, пища для родных и близких готовят любую, да, и, соответственно, те импульсы, которые передаются, они тоже передаются родным и близким. Такого нет, если это приготовлено где-то в этих местах общественной страны. Вот обычные семь правил, канонов питания по аюрвизу. Теперь давайте посмотрим немножечко на цифры. В самом начале мы сказали, что продолжительность жизни у долгожителей она не меняется и не зависит ни от чего. Она такая была и во времена древнего Рима и Греции, да, она остается такая и сейчас это примерно 100-120 лет. То есть мы запрограммированы максимум, есть для этого все ресурсы нашего организма проживать 120 лет. Смотрите, что сокращает нашу жизнь. На 10 лет жизнь сокращается или 10 лет забирает такое вот попростительское отношение человека к своему здоровью. То есть отсутствие своевременной диагностики, своевременной профилактики, определенной диспансеризации, ну, просто, да, человек должен следить за своим здоровьем. Так вот, отсутствие всяческой диагностики, а также своевременного лечения малейзии может забрать у человека 10 лет жизни. Плохая экология, то есть те факторы окружающей среды, в которые живет человек, тоже забирают 10 лет жизни. 5 лет жизни забирает такая ситуация, как гиподинамия, то есть когда человек ведет малоподвижный образ жизни и, соответственно, дефицит сна. То есть то, что мы сейчас с вами поговорили, сон менее 6 часов очень отрицательно сказывается на качестве жизни. Вредные привычки, про них тоже везде немного говорят. Значит, табак, курение, вредная привычка забирают у человека 5 лет жизни. Алкоголь забирают у человека 5 лет жизни. Плохое питание, некачественное питание, в целом плохое питание это относится прежде всего все, что связано с его качеством, составом питания. Плохая вода, это эндемичность уже конкретной ситуации. Вода в каждом регионе страны она разная. По своему составу, по микроэлементам, по аналитическим свойствам и так далее. Вот вода и плохое питание тоже забирает 5 лет жизни. Человек живет в постоянных условиях стресса. Мы тоже про это постоянно говорим. Вот стрессы, хронические стрессы тоже собирают 5 лет. Теперь давайте все это посчитаем. И получается, что в совокупности вот эти все факторы, которые сейчас перечислены, 50 лет жизни. То есть это полвека. И вот получается, что если 120 минус 50, получается как раз те 70 лет средняя продолжительная жизнь, которая сейчас составляет в нашей стране. Таким образом, такой вывод, самый простой. Воздействуя на все эти факторы, можно прибавить себе жизнь на 5, 10, 20, 30. Такой вот язык цифр. И так как я сегодня рассказывала про академика Скулачева, который непосредственно занимается методами воздействия на причины старения, разработкой фундаментальных методов доставки определенных компонентов антиоксидантов в то место, где образуются свободные радикалы, то и хочу закончить непосредственно теми рекомендациями, которые дают Скулачев, но уже не лекарственные. принципы, которые могут замедлить процесс старения. Посмотрите, такого нескольких философского направления все эти рекомендации. Первое, нужно завести учеников. То есть нужно те знания, которые у тебя есть, постараться кому-то передать. Конечно, если они есть. И соответственно, очень важно ощущать тот момент, что кто-то нуждается в тебе, что ты можешь кому-то передать то, что ты накопил в течение своей жизни. Дальше. Я называю принципы Скулачева. Второй принцип, который он выделяет, это самому себя обеспечивать. Имеется в виду, конечно, в материальном плане, но это не только денежные средства, которые человек заработал в течение жизни, но и вести активный образ жизни, заниматься какой-то активной деятельностью, чтобы она тоже была источником дохода. И это все приводит к тому, что сохраняется и продолжается интерес жизни. Нужно чувствовать постоянно себя хозяином своей судьбы, что ты сам праве распоряжаться своей жизнью, и это ни от кого не зависит. Посмотрите, четвертое его принцип, четвертое его правило, что человек должен заботиться о ком-то. И здесь он приводит пример в плане религиозности, в плане веры. То есть есть такие данные, что люди, которые религиозны, то есть люди, которые веруют в Бога, они живут несколько дольше, чем люди, которые соответственно являются атеистами. Дальше. Как можно дольше сохранять активность? Здесь имеется в виду активность физическая. То есть нужно заниматься все время физической нагрузкой. Самый элементарный. Либо побег, если это позволяет состояние второй, либо просто гулять по улице. Посмотрите на шестой его принцип. Попадать в состояние стресса. Что это значит? мы говорим стресс, это плохо, он забирает пять лет жизни. Но вся наша жизнь это стресс. И именно стресс адаптирует наш организм к тем или иным условиям. Именно стресс учит организм к чему-либо приспосабливаться. Поэтому есть понятие стресс хороший и стресс плохой. О плохом стрессе мы говорим постоянно. здесь имеется ввиду стресс, который вызывает стряску организма, вызывает скачок в выработке определенных гормонов. И нужно из этого стресса не увязнуть в нем, из него нужно выйти. И вот такое попадание в стрессирующие ситуации и выход из них является таким омолаживающим воздействием на организм. И седьмой его принцип это то, что нужно заниматься любимой работой. То есть тем делом, которое интересно человеку. То дело, от которого человек получает удовольствие. Если работа, то дело, которым человек занимается неинтересна, тягость, то соответственно это тоже такое затяжное состояние хронического стресса. Соответственно это будет отнимать годы жизни и влиять на качество жизни. И соответственно только любимая работа, любимое дело, любимое занятие, оно приносит свои определенные плоды. Вот это то, что значит академик Скулачев рекомендует в качестве нелекарственных методов травления жизни, но самое главное улучшение качества жизни. Теперь переходим к завершающей части нашего сегодняшнего вебинара. Мы поговорим немного о тех диагностических критериях, которых можно судить хотя бы по показателям аппаратно-программного комплекса Ведопульс, которые могут говорить о том, что в организме есть определенная тенденция к выраженным процессам старения. Ну и вот тут я сразу вижу некоторые вопросы и параллельно буду отвечать на вопросы связанные с токолпавой. Итак, индекса в определенных ситуациях можно рассматривать сразу много. То есть комплекс индексов потому что есть разного рода проблемы, болезни у человека. Каждый человек индивидуален. И поэтому рассказать обо всем я не смогу. Я выбрала один интегральный показатель и на его примере я хочу рассказать как он может изменяться. Итак, что же это за показатель? Это показатель, который всем известен это индекс напряжения. Индекс напряжения, который мы оцениваем в экспертном расширении индекса. Один из четырех интегральных показателей, которые нам дают общее представление о состоянии человека, который к нам обратился. Итак, давайте посмотрим, что такое индекс напряжения вообще в себя включает. Что это такое? Итак, это интегральный показатель оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы, который отражает состояние регуляторных систем. Регуляторных систем. Теперь обратимся опять к понятиям академической медицины, физиологии. Когда возникает проблема в каком-то определенном органе? Когда нарушаются механизмы регуляции. Механизмы регуляции не справляются, не умеют приспособить данную систему к изменяющимся условиям, и отсюда возникает проблема. Так вот, как раз индекс напряжения позволяет нам оценить состояние этих регуляторных систем, и в целом соответственно на него мы будем смотреть и оценивать, и сейчас создаем конкретные ситуации. Мы знаем, что идеальная норма индекса напряжения составляет 30-120, но верхнюю границу можно несколько увеличить до показателя 200. Нижняя граница нижних регионов 30, верхняя граница 200, но идеально 30-120, и это состояние мы называем идеальной нормой или состоянием эу-стресса. однако в определенные физиологические периоды в определенные функциональные состояния болезни, обострения болезни, воздействия определенных физических нагрузок, определенные возрастные нормы, этот показатель он может несколько изменяться. Так вот, если у человека идет постоянное напряжение регуляторных систем, допустим, у человека есть проблемы связанные с патологией сердечно-сосудистой системы, у него стенокардия напряжения, она уже есть, то этот индекс у него может составлять постоянно 400-600. Мы не говорим, что это норма, нет, но это показатель для человека с данной патологией, и он живет при этих цифрах. Если ситуация усугубляется, разбираем на примере патологии сердца, и это уже частые приступы стенокардии, это проявление инфаркта, то этот показатель может увеличиваться до 1000 и до 1500 внук, то есть уходить уже в состояние кризиса. И этот показатель будет тоже постоянен для лиц вот такой вот нозологической патологии. Опять же, это не норма, нет, это далеко не норма, но это те показатели, с которыми этот человек живет. Теперь давайте посмотрим, что происходит с индексом напряжения в норме. Когда все регуляторные системы работают адекватно, когда они справляются с теми нагрузками, которые испытывает организм, то показатели индекса напряжения должны быть в зеленой зоне. В качестве примера я беру показатель равный 91. Почему здесь три показателя? Потому что давайте посмотрим в динамике. Утро, начало, так скажем, трудового дня. Человек отдохнул, он ведет правильный образ жизни. Показатель 91. Мы говорим это совершенно нормальный показатель. Говорит об адекватности реагирования всех регуляторных систем. Конец рабочего дня, интенсивного рабочего дня. этот показатель индекса напряжения может увеличиться. И вот он увеличивается допустим до показателя в данном случае 203. То есть он выходит даже за пределы зеленого коридора и несколько заходит в желтый. И мы можем сказать, что для интенсивной работы в течение дня этот показатель тоже будет нормальный. Но самое главное оценить показатель на следующий день, когда человек отдохнул, восстановились у него регуляторные механизмы либо нет. И вот допустим на следующий день мы его смотрим и показатель индекса напряжения составляет 133. То есть он уходит в зеленую зону, человек восстановился и мы говорим о том, что физиологические механизмы регуляции справляются с нагрузками, которые организм испытывает. Это такой некий вариант нормы. Что же если механизмы регуляции вышли из условий своей нормальной деятельности? Исходное значение желтый коридор, показатель 291. Состояние такого компенсированного дистресса. Состояние стрессированности уже изначально. И с этим показателем человек допустим живет. И нужно в динамике его просмотреть. человек работает, выполняет какую-то деятельность в течение дня. И посмотрите к концу рабочего дня показатели уходят уже в красную зону 536. Это много. Красная зона это много. состояние некомпенсированного стресса, когда включаются, ну как нам это уже известно, все гормоны, все вернее стресс реализующие системы, и гормональные, и нервные механизмы. То есть соответственно тот образ жизни, который ведет человек, он для него так скажем в большей степени выражен, чем это уже нужно. Соответственно при восстановлении на следующий день мы видим, что показатели уходят опять в желтую зону. То есть он держится в этом коридоре и соответственно не уходит уже в зеленую часть спектра. Вот когда мы видим такую картинку на протяжении длительного времени, да, желтый, красный, желтый, либо красный, вот этот показатель интегральный, он говорит о том, что в организме происходят процессы, связанные с изменением функциональной активности той или иной системы физиологической. В данном случае мы разбираем через работу сердечно-сосудистой системы. В целом снижается активность регуляторных механизмов, а значит это говорит о том, что протекают процессы старения. Ну и понятно, да, это если мы говорим об объективных показателях, то субъективно вот на такой вот цифре человек сам будет рассказывать, как он себя чувствует, что он устал, что нет никаких сил и так далее. Поэтому либо нужно снижать физическую активность, в целом активность трудового дня, ну либо обратить внимание на состояние своего здоровья. Ну вот в связи с этим я хочу посмотреть на вопрос, который, вернее, сейчас озвучит вопрос, который задает Валентина, она задает вопрос по показателю ТП, то есть Total Power. Значит, какой уровень показателя Total Power является катастрофическим для пожилых людей, например, если длительно не превышает 150 или там сколько-то, да, меньше, значит, хочу сказать, что индекс напряжения и Total Power это два таких ключевых момента, которые мы смотрим. Что такое Total Power? Это сумма, это показатель, который оценивает суммирующая активность всех механизмов регуляции. Мы все время говорим про регуляцию физиологических функций. Конечно, показатель 150 это состояние, которое называется состоянием истощения всех регуляторных механизмов. Поэтому, если длительное время показатель 150, ну, это говорит о том, что, конечно, если запущены процессы старения, они протекают довольно активно, но если меньше, значит, еще, соответственно, более выражены процессы старения и изнашиваемости. То есть, нужно направить все свои силы на то, чтобы пытаться поднять Total Power. Как правило, если такой низкий Total Power, то будет очень высокий показатель индекс напряжения. Мы взаимосвязаны два этих показателя. Да, этот показатель является как эстрафическим местом. Ну, сразу перехожу на следующий вопрос. Эстрогены полностью прекращают вырабатываться. А, ну, под вопросом. Значит, эстрогены это женские половые гормоны, которые, как и мужские и прочее, вырабатываются у нас в организме в двух местах. Первое место наиболее активной их выработки, это, конечно же, половые железы. Ну, если мы говорим про эстрогены, то это яичники. Соответственно, максимальной активностью у них начинаются выработки эстрогенов в буртах на период 13-13 лет, дальше эта активность продолжается до 45 лет, будем так говорить, ну, тут очень индивидуально, да, и, ну, к 50 годам все равно завершается. Но это не значит, что эстрогены, они остаются на нуле, нет. Есть определенная базовая гормональная активность, которая создается за счет второго места выработки гормонов гораздо в меньшей степени, это место, которое, это железо-мутренний секрет, которое называется надпочечники. Значит, надпочечники, у нас был вебинар, посвящен как раз гормональной, так скажем, фону надпочечников, есть два вещества. Это кора надпочечников и мозговое вещество. Так вот, кора надпочечников своим сетчатым слоем вырабатывает половые гормоны. Причем она вырабатывает их на базовом, так скажем, очень незначительном уровне и до периода полового созревания, то есть в период детства они вырабатываются и сохраняются, конечно, и в состоянии постклимактерическом. То есть это вот второе место, которое дает нам продукцию гормонов половых. Капуста для ваты вопрос, Татьяна задает, капуста для ваты не показана, а квашеная. Значит, я назвала источники витамина С в качестве, ну, как примера, да, где витамин С содержится. Квашеной капусте его очень-очень много. С процессом старения нужно бороться не тогда, когда наступила старость и период ваты, да, конечно, при вате капуста не показана и квашеная в том числе, потому что вызывает газообразование. Да, это не продукт для представителей ваты. Но, так как там содержится витамин С, квашеную капусту можно употреблять и в более молодом возрасте и насыщать свой организм витамином С. Ой, каким маслом лучше промасливать лицо? Что посоветуете от мужчин? Два вопроса передаемосвязанных. Ну, вот конкретно какое-то масло я сейчас не готова вам сказать. Ну, я думаю, что кунжутное масло вполне подойдет. Тем более, что оно, так скажем, очень показано как проявление его антиоксидантного действия. Ну, а вообще от морщин нужно смотреть Валентина, спасибо за помощь. Значит, от морщин в целом нужно смотреть за своим питанием. Потому что от чего наступает морщин, ну, происходит образование морщин, того, что клетка теряет влагу. Да, если мы возьмем два яблока, одно яблоко, скажем, только что сорвано, да, оно упругое, потому что в нем содержится влага. И оставим это яблоко на некоторое время, ну, допустим, неделю, на две, на три. Если мы посмотрим за этим яблоком, то оно будет постепенно что, сморщиваться. Почему? Потому что теряет влагу. Поэтому самое главное это клетки доставить влагу. И я сейчас говорю не о том, что применяется в качестве косметики снаружи, а о том, что поступает в клетку изнутри. И прежде всего влага доставляется, ну, так скажем, оптимальным питьевым режимом. Вода в течение дня должна поступать в организм. И, соответственно, это питание, в которое включены витамины, да, которые мы сейчас назвали. Вот. Это основное направление сохранения молодости. Я сейчас подожду еще вопросы. Если вопросов больше нет, всем большое спасибо. До свидания. Приглашаем вас на наши следующие вебинары. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok